Здравствуйте, уважаемые телезрители! Что бы ни говорили скептики и пессимисты, но качество автомобильных дорог и пешеходных тротуаров на территории Артемовского городского округа в последнее время заметно улучшилось. Что повлияло? Федеральная программа безопасной и качественной дороги или что-то другое? Об этом мы поговорим с заместителем начальника управления жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа Вячеславом Шичкиным. Здравствуйте, Вячеслав Александрович! Здравствуйте, Алексей Романов! Телезрители считают вас серым кардиналом Артемовских дорог. К вам часто обращаются с жалобами на плохие дороги? Довольно часто обращаются жители как через средства массовой информации, так и непосредственно письменного обращения. С просьбой отремонтировать ту или иную улицу Артемовского городского округа сделали одну автомобильную дорогу, другую автомобильную дорогу. Ну и в связи с этим люди обращаются в администрацию надеждой, что та улица, на которой они живут, войдет в ту или иную программу. Поэтому таких обращений поступает ежедневно и иногда по несколько штук за день. А как вы реагируете? Если этот вопрос касается незамедлительного решения вопроса, мы выезжаем и при наличии определенных ресурсов мы их стараемся выполнить незамедлительно. Те вопросы, которые требуют определенной проработки, то есть составления определенной сметы, выделения денежных средств из муниципальной программы, они, конечно, немножко по времени проходят дольше. Безопасные и качественные дороги. Программа выполнена в этом году, в 2018, в полной мере. Какие дороги у нас отремонтированы? В 2018 году мы отремонтировали 7 автомобильных дорог. Те планы, которые мы ставили перед собой и те обещания, которые мы говорили жителям Артемовского городского округа, я считаю, что мы исполнили. Мы отремонтировали 7 автомобильных дорог. В заводском, это по улице Черноморской мы сделали автомобильную дорогу, по улице Уральской мы сделали дорогу, в том числе и сделали тротуар. Затем мы сделали участок дороги по улице Мурманская, по улице Севастопольской мы отремонтировали автомобильную дорогу, улице Кубышево и также вместе с тротуаром небольшой участок, но непосредственно прилегающий к школе мы его сделали. В поселке Артемовский мы сделали дорогу по улице Днепростроевская. И еще мы сделали автомобильную дорогу по улице Петра Петка, а также вместе с тротуаром у нас прошла систему водоотвода. Установили барьерное ограждение в двух местах, ну и сделали тротуар. Я думаю, что, конечно, в том месте этот тротуар просто необходим. От центра города по центральной улице я проехал до поселка Артемовский, далее на Суражевку, Суражевке заводской, заводского на угловое и опять вернулся в центр города. Вы знаете, дороги, если бы не участок от Артемовского до Суражевки, можно сказать, что в идеальном состоянии. Они отремонтированы. А вот этот вот небольшой участочек все-таки остается, оставляет очень неприятное впечатление. От 22-го километра, ну от перевала, да, жителям, наверное, будет так яснее понимать, до Суражевки, а также в сторону поселка Заводской и со стороны поселка Заводской до трассы, новой трассы, которую построили в Кневичах. Вот этот участок автомобильной дороги на сегодняшний день, конечно, оставляет желать лучшего. От Заводского до Кневичей дорога нормальная. Ну, до Кневичей самих, ну она так, знаете, нормальная, поскольку она нормальная, смотря как вы ехали, если вы ехали, например, в сторону поселка... От центральной трассы. Если вы ехали в сторону поселка Заводской от Кневичей, то она более-менее нормальная. А с учетом того, что при движении с поселка Заводской идут грузовики, которые грузятся строительными материалами, то там дорога немножко хуже. Ну, а вообще, в целом, эта дорога нуждается в ремонте. Нуждается в некоторых местах и в капитальном ремонте. Ставите очень высокую планку к качеству дорог. Ну, мы стараемся для того, чтобы, во-первых, комфортно было, а если делать, то уже делать на определенный промежуток времени, а не так, как многие жители не перестают нам говорить о том, что вы сегодня сделали, сделали плохо, а завтра будет опять... А завтра дождь снова с вами. Опять все прийти переделать. Поэтому... Давайте вернемся к этому отрезку от Перевала и до Суражевки. Данный вопрос поднимался в том числе и на встрече в Рео губернатора, и директор Примавтодора пообещал, что деньги изыщутся. Эта дорога вошла в перечень объектов, планируемых в 2019 году. Программа «Безопасные и качественные дороги» прекращает свое существование и переходит в другую стадию. Это будет программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», то есть это дороги межмуниципального и регионального значения, их планируется привести в нормативное состояние в общей массе до 51%. А магистральные дороги улиц, городов, муниципальных образований планируется довести до 85% к 2024 году. Эта программа рассчитана с 2019 по 2024 год. Не все автомобильные дороги, к сожалению, Артемовского городского округа вошли в перечень дорог данной программы. В этот перечень вошло порядка 170 километров дорог, то есть остальные дороги не вошли. В основном, конечно, сюда не вошли дороги, которые, так называемые дороги частного сектора. И данные дороги мы, конечно, не собираемся бросать, их в том состоянии, в котором они сейчас находятся. Для ремонта данных автомобильных дорог уже получили одобрение от главы Артемовского городского округа о том, что мы их будем планировать, ошлять ремонт в рамках муниципальной программы, а также в программе в рамках софинансирования с администрацией Приморского края. Какое количество софинансирования в ближайшее время нам поступит в рамках выделения субсидий для ремонта из бюджета Приморского края? Мы еще не готовы сказать, этот вопрос еще обсуждается, и он, скорее всего, ежегодно будет меняться. По вопросу выделения денежных средств в рамках программы безопасной и качественной автомобильной дороги на территории Артемовского городского округа на 2019 год выделяется 200 миллионов рублей. На город Артем? На город Артем. Это больше, чем в этом году. В этом году у нас было всего 136 миллионов рублей, то есть больше. В последующие годы на 2020-2024 год будут выделяться по 140 миллионов рублей. Это уже мы знаем точно. То есть надо успеть как можно больше дорог отремонтировать именно в 2019 году. То есть освоить 200 миллионов. Ну, вы поймите, что освоить 200 миллионов, ну, конечно, мы их освоим, перечень автомобильных дорог уже определен, которые войдут в эту программу. Но я опять же повторюсь, что он еще до конца не утвержден, потому что на защиту поехали в город Московец или в департамент транспорта и дорожного хозяйства. Мы и будем знать. Но я думаю, в этом месяце мы будем знать точно. До конца года? До конца года, да. Утвердили или нет? Назовите. Назову, и, к сожалению, сюда вошла дорога по улице Тихоокеанская. Это микрорайоны, которые у нас на 19-й школе находятся. Точно мы, ну, тут также запланировали улицу Лозо отремонтировать. Дорогу к микрорайону, это где учительские дома у нас в районе 17-й школы мы запланировали. Ну, там в рамках другой программы, конечно, но все равно мы их запланировали. Перечень состоит из 10 автомобильных дорог. По большому счету, жителям Артеморского городского округа нет никакой разницы, за счет какой программы будут отремонтированы их дороги. И поэтому я хотел бы вернуться немножко в частный сектор. Говоря о том, что там будут ремонтироваться дороги, имелось в виду, что не будет асфальта, а будет просто грейдирование там и какой-то ямочный ремонт. Я правильно понял? Ямочный ремонт и грейдирование, это вообще по ГОСТу называется работой, это по содержанию автомобильных дорог. Ремонт это другое? Ремонт это другое. Содержание автомобильных дорог частного сектора, оно осуществляется. На сегодняшний день это содержание осуществляется силами муниципального казенного учреждения управления благоустройства, и там имеются три единицы техники. Есть понимание по поводу того, что эту технику необходимо приобретать, для того, чтобы большее количество дорог частного сектора ремонтировать. Большинство дорог частного сектора, которые находятся на территории города, они были отсыпаны материалом, которые остались от шахтных выработок. То есть это в основном порода, то есть это даже не скальный грунт, это мягкая порода, которая при наступлении определенных температур разваливается просто. Поэтому мы будем ремонтировать в каком плане? Это ремонт дороги частного сектора, это нарезка водоотводных куветов, это укладка водопропускных труб и отсыпка скальным грунтом. А сверху уже специальной смесью для того, чтобы была ровная поверхность. Мы планово вносим те автомобильные дороги, которые находятся в зависимости от состояния, в зависимости от социальной напряженности, в зависимости от пропускной способности. То есть там очень много факторов для того, чтобы складываться, для того, чтобы та или иная дорога вошла в ту или иную муниципальную программу или в программу по ремонту. Конечно, мы не можем удовлетворить всех жителей Артемовского городского округа, к сожалению, чтобы отремонтировать. Но я еще раз говорю, мы готовы выделять денежные средства, бюджет Артемовского городского на данные мероприятия, и мы будем планировать ремонт автомобильных дорог в будущем. Вячеслав Александрович, вы так часто извиняете, что мы готовы вам поверить. Давайте поговорим о деньгах, тем более вы сами затронули этот вопрос, 200 миллионов из федерального бюджета на дороге в городе Артеме. А сколько из местного бюджета выделяется? В порядке софинансирования идет 200 миллионов. Это всего мероприятия в рамках программы. Из них идет 40% денежных средств федерации, 40% денежных средств субъекта, то есть администрация Приморского края, 20% до 20% местного бюджета. В этом году софинансирование было порядка 12%. Максимально это до 20%. Но я думаю, что в этих пределах мы запланировали в своем бюджете Артемовского городского округа денежные средства в рамках порядка 12% местного бюджета софинансирования. Мы все время с вами сегодня говорили об автомобильных дорогах. А о тротуарах? Только так вскользь упомянули. Где еще будут ремонтироваться тротуары? В рамках программы безопасной и качественной автомобильной дороги мы отремонтировали тротуар на улице Куйбышева. Мы отремонтировали тротуар на улице Уральская. Мы сделали тротуар на улице Уральская. На второй пятилетке. На второй пятилетке. Это в рамках этой программы сделали. А в рамках программы местной муниципальной программы содержания и ремонта автомобильных дорог Мы сделали ремонт тротуара по улице Братская, сделали в районе дома 31-33. В поселке Заводское мы отремонтировали нечетную сторону тротуара, достаточно большой протяженный участок автомобильной дороги. Мы сделали два тротуара в поселке Угловой, это по улице Бийская, от автомобильной дороги Артемна Ходка, Порт Восточный до городской больницы, поселка Угловая, у которой находится. А также тротуар от остановки станции Угловая и до Березарина, это до мостового сооружения, которое мы тоже в этом году отремонтировали два пешеходных моста, это в поселке Угловой. Мы запланировали ремонт тротуаров, пока вошло у нас два тротуара в программу, это тротуар по улице Пестеля и по улице Каширская. Но при уточнении бюджета в феврале месяце мы рассмотрим повторно вопрос о выделении определенного количества денежных средств для того, чтобы добавить эту программу еще несколькими объектами, отремонтировать еще тротуары в городе Артемна. Но пообщавшись с вами, я сам наполнился оптимизмом в том плане, что в нашем городе все будет хорошо, дороги будут ремонтироваться, тротуары тоже. Если вы в этом уверены, то значит и наши телезрители тоже наверняка будут уверены в том, что вы все свои обещания выполните. У нас, конечно, есть недостатки, над которыми нужно работать, в какой-то мере, ну, конечно, опять же, как вы скажете, как вы любите иногда говорить, что вы чиновники, говорите так, а людям все равно, откуда это все берется и так далее и тому подобное. Единственное, два вопроса у нас, которые на сегодняшний день есть по результатам проведенных работ в 2018 году, не закрытых осталось еще вопросом. Это мы пообещали отремонтировать часть улицы Зиганчин, это выезд с 8-го километра на трассу подъезд к аэропорту Владивосток. Мы отремонтировали ее, асфальтовое полотно уложено, но некоторые недостатки остались в принятии этого объекта, поэтому объект пока на сегодняшний день не принят. И вторая проблема, которая у нас еще не решена в полной мере, это ремонт улицы Белинского. Либо подрядчик выполнит обязательства, которые стоят, и мы заплатим ему денежные средства из бюджета, либо он не выполнит, мы ему скажем спасибо и не заплатим ему за те работы, которые он выполнил недобросовестно. Уважаемые телезрители, если у вас возникнут вопросы по качеству автомобильных дорог или пешеходных тротуаров, то вы можете смело обращаться к заместителю начальника управления жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа Вячеславу Александровичу Шичкину. И он запросто с присущим ему оптимизмом решит все ваши и наши вопросы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире. До свидания, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин